В японских тюрьмах всегда тихо и чисто. Нет ни намека на антисанитарию, беспорядки или насилие среди заключенных. Однако даже бывалые якудзо страшатся перспективой попасть в тюрьму, считая это место слишком страшным. В то же время отбывание наказания в японской тюрьме весьма эффективно. Вряд ли кто-то захочет побывать в тюрьме еще раз. Приветствую друзья, с вами канал орудит и сегодня вы узнаете, как же живут люди, переступившие закон в японской тюрьме и почему они не любят даже вспоминать о времени, проведенном в неволе. Жизнь заключенных в японской тюрьме подчиняется жестким правилам, которые не меняются на протяжении многих лет. Регулируется не только расписание отбывающих наказания, но и их походка, действия, жесты и даже взгляды. Малейшее отклонение от норм жестко наказывается. Иностранцы, попавшие в тюрьму в Японии, страдают более других, столкнувшись с безжалостной машиной исполнения наказаний в стране восходящего солнца. Один из заключенных американцев по имени Терренс, побывав в тюрьме Фучу, называл впоследствии это место не иначе как адской дырой. Первый же день пребывания в японской тюрьме заключенному выдали свод правил, состоящий из сотни пунктов. Находясь в одиночной камере, заключенный выполнял самую бессмысленную работу – разлаживал мятые фольгированные подставки для пирожных. После того, как работа была выполнена, вышедший охранник смял все подставки и заставил заключенного начать все с самого начала. Правила регламентируют в тюрьме буквально все. Заключенному предписано, как ходить и как сидеть, как можно пользоваться туалетом, в каком порядке раскладывать личные вещи и как смотреть. Неправильная маршировка во время прогулки, поднятый взгляд на охранника, поворот головы во время приема пищи – все это нарушения, которые могут повлечь за собой наказание в виде пребывания в одиночной камере. Там заключенный должен проводить время, сидя в определенной позе с 7 до 17 часов. Заключенный сидит на поджатых ногах, смотря на стену перед собой. Изменение позы недопустимо, затекшие ноги никого не волнуют. Гигиенические процедуры в виде принятия душа допустимы всего лишь два раза в неделю. При этом зимой на них отводится по 15 минут, а летом время увеличивается до 30 минут. При этом в тюрьмах не может быть и речи о кондиционерах летом или отоплении зимой. Болеть здесь просто опасно для жизни, потому что квалифицированной медицинской помощи здесь можно попросту не дождаться. Мало того, что тюремный врач – это крайне непрестижная должность, но еще перед тем, как к нему обратиться, заключенному необходимо заполнить анкету, а затем ждать консультации врача, которая может состояться через несколько дней. Подобная жесткость в японских тюрьмах объясняется духом закона о тюрьмах, который был принят еще в 1908 году. В 2006 году его отменили, но правила остались практически без изменений. Человек, переступившись закон, только пройдя очищение через страдания, может вернуться к жизни в нормальном обществе и стать достойным его членом. Встают заключенные в 6.45, а после проверки каждого человека и проверки всех камер, все, кроме наказанных, отправляются на работу. Работают отбывающие наказания с 8 утра до 5 вечера. Досмотр является еще и временем для проведения канка на дори. Во время этой процедуры заключенный и раздетый догола должен совершать определенные действия в строгой последовательности. Он поднимает руки, ноги, высовывает язык и делает все, что предусмотрено этим жутким танцем. Если последовательность нарушена, все начинается сначала. На работу заключенные идут, маршируя, глядя строго в затылок друг к другу. Нельзя даже отвести глаза. Разговоры строго запрещены, за исключением обеда и недолгого свободного времени вечером. Надзирателю в глаза смотреть нельзя, только вперед. Находясь в сидячем положении, вставать можно только по разрешению охранника. На обед выделяется полчаса. При этом, сидя перед своей порцией, нужно закрыть глаза и ждать, пока дадут команду к приему пищи. Нарушение данного правила карается карцером. Лишь после ужина арестанту дается относительно свободное время. Провести он его может либо в библиотеке, либо перед телевизором. Спать заключенные ложатся в 21.00. При этом во время сна охранники должны видеть голову и руки спящего. Если поза несоответствующая, заключенного тут же разбудят. Такая жесткость обусловлена очень негативным отношением в Японии к преступникам. В этой стране считается, столь жесткое наказание является наилучшей профилактикой преступности в стране. Однако в стране восходящего солнца уже предпринята первая попытка реформирования системы наказаний. В 2008 году здесь открылась первая частная тюрьма. Компания и ее управляющая получают от правительства определенную плату за содержание заключенных. Правила здесь гораздо более мягкие, чем в государственной тюрьме, а условия содержания более комфортные. Попасть сюда могут лишь те заключенные, чьи преступления весьма незначительны. А на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого!